всем привет привет у нас день у нас день я вернулась ягод ездила сама очень медленно часа два в одну сторону часа два в другую сторону в общем по лесу 15 километров в час глушитель у меня сломался отвалился короче весело я его прикрутил на проволочку но проволочка не помогла все равно отвалился вот приехала домой и конечно сама бы я не вспомнила потому что не знаю какой день недели какой что вот мама она сидит и чистит ягодки и на 7 напомнилось что сегодня у нас у дяди саши день рождения дядя саша я обычно не помню вот ему поздравляем сважен сважен дядя сашенька передаем вам большой привет будь здорово братик поцелуйчики да не болейте приезжайте к нам в гости у нас он как тепло хорошо и куча бруснички здесь вот так что всячески всяческих вам наилучших пожеланий вот от нашей речки важенки от вашей родной где вы тут как выросли выросли ходили на оккупаться рыбачить сюда на костерочек сидеть как наши любимое занятие на берегу да вот где мы стоим вот сосна и внизу вот там вот под сосной чуть-чуть вот вперед метров сто там у нас была старая плотина и вот мы живем как бы немножечко метров сколько стоили 200 до этой старой плотины как бы не доходя чуть-чуть чуть-чуть сторону курпова вот а плотина сейчас не видно там куски оставались у нее их снесло видимо ледоходом в какой-то год вот то есть это примерно там чуть дальше вот сосны чуть ближе туда к воде вот вот здесь у нас дом находится так что вот важенка родная тоже вам привет передает вот лес родной вот да но сейчас наверно видео тут наверно не разглядеть да нам по крайней мере видно вдали у нас там мост сверь короче впадает вот так что я сашенька приезжайте к нам в гости на выходные до самое лучшее важен и руляту да всем нравится важных всем абсолютно хорошо у речечки речка лес что еще требуется от деревни ночью маму ли у нас сейчас будет заниматься ягодками вот это мы будем сейчас замачивать в баночке делать моченую бруснику ключевая вода 300 грамм сахара трехлитровую банку все запомнили все воду мы не кипятим мы берем сырую воду с ключа хорошую такую нашу важенской качестве вот сахар не растворяя сыплю прямо в банку поверх ягод вот и крышечкой капроновой все все заморочки моченые брусники так у меня коза вас стоит коза бодает забор врезается в него рогами это на что-то требует требует чтобы ее либо покормили либо попасли либо осень наводит панику да и как мама сказала что она целый день ходит молчит пока меня нету пока меня не увидит и орет это на лично мне тайзун у нас тоже обрадовалась вся что я приехала и лежит он тут с яблоком развлекается тоже любимое занятие овощи фрукты погрызть какие-нибудь но гурцы забарковала не стала вот нам привезли пока меня не было дровишки и что у нас сейчас произошло страшный случай это называется две пачки горбыля перевязаны ленточками и они лежали друг на друге и я сейчас около них ходила ходила вокруг смотрела думаю так тут досочка тут досочка пригодится мне там куда-нибудь в хозяйство на стройку думала как это все с какого конца начать пилить думала о том что мне теперь вот мой самый удобный разворот вот здесь был к сарайчику жопкой заезжать думаю как я теперь разворачиваться буду общем и хожу хожу я вокруг этой пачечки а эта пачечка которая была на другой пачечке сверху аккуратно положено думаю как хорошо надежно лежит и она как вот сюда вот вперед как съехала и свалилась грохотом хорошо там бимка не лежал он так любит вот там вот на щепке куда-нибудь лечь в дрова и полежать хорошо что он ушел оттуда мы бы оттуда не отковыряли бы его из этих досок потом весь бы переломался бедный не знаю сколько они весят-то тонну господи в общем слава богу что я оттуда отошла что я там не бродила не начала пилить что там не было бимасика что-то на зоне чека не было да и зончик скажи как хорошо да скажу ой теперь будем знать да что так страшно бывает прямо дрова падают падают кто бы мог подумать да кажу мамку ходила и там шевелила так лежали надежно да надежно лежали скажи да айзунька айзунька молодец я когда въезжаю она стоит в сторонке не бросается теперь под машину слушается что нельзя подходить да молодец про тебя говорим конечно он про тебя красивую собаку потом когда я уже включаю зажигание уже все дверь открывает тогда начинает только бежать где такая умная у меня где такая умная собака тогда у это маленький поцелуйчик до пузики будем чесать будем сейчас козе схожу разберусь что он там назовет так сильно ладно потом пузики почешем хорошо да да это собака сижу наслаждаюсь вечерним закатом сейчас пойду козу доить поспать так не удалось начинаешь дремать кто-нибудь звонит звонить закинулась кофе ком подаю козу еще дела по дому завтра опять вставать 6 утра же телефон не могу держать в руках чувствую все такая зима зима близко прямо уже совсем совсем близко столько дел недоделанных как-то так что-то попаду моталась немножко думала приду домой часик посплю такая чухаюсь с новыми силами в дела впрягуюсь не нифига короче 40 40 когда исполняется всего 39 такая активность была такая прям сейчас чувствуется сил сейчас это все меньше и меньше на дела короче глазки закрывается потом пашка надобая потихонечку до козы обидно что день сокращается конечно я очень завидую людям которые живут при каком-то таком световом дне когда ты знаешь что в какой-то определенный час у тебя солнце сядет какая-то какая-то дисциплина как-то день можно распланировать вот у нас этими белыми ночами думаешь вроде еще рано сейчас 6 часов спать уже не ляжешь через час темнеть начнет во всем не могу распределить дела никак с непривычки как-то так такой вот загруженный усталый деревенский денечек сходил туда сходил сюда что-то там по делу такой незначительный день кончился все завтра с утречка опять за ягодами пока дожди нас не выгнали с леса так